Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube канал. Меня зовут Женя Гейн. Извините, что я без макияжа, но это дело поправимое. Дело в том, что мы сегодня вместе с вами будем тестировать вот эти прикольные штучки. Давайте, чтобы много воды не лить, сразу перейдем к делу, что это такое. Все мы знаем, что такое аэрография. Это было очень модно 2-3 года назад, когда вы приходили к профессиональному визажисту, и он аэрографом вам делал тон за несколько минут. Все это быстро, и не только тон, коррекцию лица, румяная. Это вы могли сделать только у визажиста, а в домашних условиях невозможно было это все повторить. Но американцы придумали вот такие штуки прикольные. Это спрей для лица, база для лица, тональная основа, вот это вот синее и коррект. Еще здорово, что в этих средствах не содержится парабенов, сульфатов, фталатов и талька. Также здесь нет масла. В рекламе показано вот так, пш-пш-пш-пш-пш и все. У вас на лице идеальный тон, коррекция лица. Берем праймер. Как утверждает производитель, нужно встряхнуть, баллончик держать на расстоянии. Праймер мы знаем, для чего нужен, чтобы защитить кожу от тональной основы, выровнять ее и так далее. То есть сейчас уже после нанесения праймера у меня уже должно быть красивое лицо. Пробуем. Пахнет нехимозно. Не сказать, что мой тон лица выровнялся. Следующий шаг тональный крем. BB крем. BB спрей. И говорят, что если вам одного слоя мало, то нужно наслаивать второй слой, если вам мало, третий слой и так далее. Посмотрим, сколько слоев мне нужно. Что там? О, губы побелели. Здесь у меня еще есть покраснение, поэтому можно добавить второй. Фух. Первое впечатление очень хорошее, потому что тональная основа вообще не видно на лице. Вообще. Наверное, вот в этом вся прелесть аэрографии. Бронзер я боюсь еще раз говорю нанести. Мне кажется, я сейчас как-то криво все это как-то накрасится не так буквой Z или цифрой 3. Ну давайте, поехали. Ой, кажется, я на голову себе наляпала. Нет? Ой, мне кажется, я столько набрызгала. Немного на ухо попало. Кстати, я даже не воспользовалась ни разу спонжиками. Может, пора? Подождите, у меня еще другая сторона. Первое впечатление очень хорошее. Полноценный тон лица, быстро. Если бы я не болтала на камеру, это бы дело продлилось, наверное, секунд 20-30. Может быть, нужно наловчиться как-то по-другому. Посмотреть еще пару роликов, как же все это дело наносят. Но вроде как бы я все правильно сделала. Не знаю, как передает камера, если желтизна, неровности, пятна. Потому что в зеркало я смотрю, все нормально. Может быть, здесь из-за того, что тень, а где-то больше тени и где-то меньше. Потому что у меня от окна немного по-другому сейчас светит. Но я смотрю на себя в зеркало, я довольна. Потому что тональная основа не видно. Коррекция лица. Осталось только пару штрихов, там, припудрить носик. Может быть, даже сделать коррекцию носика. Потому что спреем не получится сделать идеальную коррекцию. Придется сделать сухую коррекцию. Нанести немного румян. Брови. Покажу, как я глаза сейчас оформляю. Все. И вот мой, в принципе, повседневный макияж. А лицо я буду фиксировать прозрачно-минеральные пудры. Это Crystal Minerals. Я вам уже ее показывала. Это российская пудра. Очень классная. Она прозрачная. Ее не будет видно на лице. У меня, кстати, есть очень классная палетка. Шесть в одной здесь. И бронзер, и пудра для лица, и хайлайтер, и румяна. Это Look Fantastic. Заюзала полностью. Вот. Вот так я делаю коррекцию носика. Чик-чик-чик. 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 Любимая румяна. Dior. Очень красивый оттенок. Нейтральный, знаете, такой розово-персиковый. Не переборщишь. На яблочке счетчик. Последнее время я брови оформляю тенями водостойкими от Urban Decay. Мне они очень нравятся. Здесь же в наборе есть удобная кисточка. При оформлении глаз я, конечно же, не забываю про базу. База у меня Be Special. Она еще и консилер, и база для век. То есть, сверху она очень классно закрашивает венки. Покрытие похоже очень на мак. Базу я сразу быстро закрепляю пудрой для лица. Далее я беру тот же бронзер, которым корректировала носик. И просто прорисовываю пушистой кисточкой складку века. Это у меня, знаете, такой дневной, повседневный макияж, который можно потом легко трансформировать в вечерний, если добавить какую-нибудь суперяркую помаду, либо очень широкие стрелки. Даже можно черные тени добавить, как-то растушевать. В последнее время мне нравится наносить на нижнее веко тот же бронзер, что и на все лицо, и растушевывать. Глаза таким образом как-то раскрываются, становятся более такими томными. Теперь небольшой трюк с глазками. Как же я их оформляю в последнее время? Они у меня такие становятся восточные, кошачьи. Можно, конечно, рисовать стрелки. Но давайте оставим стрелки на вечерний макияж. Мы их постоянно рисуем. В этот раз я покажу, как я при помощи каяла черного, либо темно-коричневого, вы можете прорисовываю верхнюю слизистую глаза, не выходя наружу. И затем я делаю акцент на внутреннем уголке и вывожу совсем небольшую, но прям микроскопическую стрелочку и тоже ее очень хорошо растушевываю. И по верхней слизистой, между ресничками, тоже прохожу с черным каялом. Теперь кисточкой вот эту стрелку, которую я вывела, немного растушевываю. Есть. Тушная ресница у меня от Estee Lauder. Губы я оформляю в последнее время своей любимой матовой помадой от Lancome. Она просто шикарная. Оттенок 274. Драматическо-матовая. И классно, конечно, ее использовать под карандаш, но мой карандаш потерялся, конечно же, перед съемками. И поэтому я нанесу ее без карандаша. Но все равно она очень красивая. Она подходит практически под любой макияж. Повседневная и днем, и вечером. Конечно, вечером лучше с карандашом, а днем, ну вот сейчас увидите как. Во-первых, у нее аромат классный. Во-вторых, она розовая, но такая, знаете, тускло-розовая. Не совсем яркая, то есть подойдет как нют на дневной макияж. Вот так в последнее время я выполняю дневной макияж. Мне он очень нравится. Он потом легко трансформируется в вечерний макияж. Вы просто добавляете уже стрелки, уже сверху по всему подвижному веку. А так это получается внутренний каял. Очень красиво смотрится. Не уменьшает глаза, но тем не менее он все равно их подчеркивает. Делает взгляд более таким загадочным и восточным. Помада красивая. И даже вот этот тон, который я сегодня впервые использовала вместе с вами, тоже классно сел. Ну что, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте подписываться на мой YouTube-канал, ставить лайки, комментировать. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok